Здравствуйте дорогие друзья, гости и конечно же подписчики моего канала, с вами Нестягин Олег. Сегодня мы рассмотрим Багамы, покажу вам что на этот раз я интересного и необычного увидел. Начать я хочу с интересных круглых озер, которых просто огромное количество на этом острове. Вот смотрите, в среднем круглое озеро в диаметре по 80-100 метров. Как и говорил ранее, вот таких вот озер просто огромное количество. Некоторые из них без воды. В некоторых вода коричневого цвета, в некоторых зеленая. Как и говорил ранее, кое-какие озера просто пустые, обмелели. Можно посмотреть по фотографии, как эти озера выглядят. Берега у этих озер обрывистые. Вот так они более детально выглядят, то есть по фотографии. И практически каждое круглое озеро имеет идеально ровный круг. Некоторые озера половину на берегу находятся, а половину в океане. К примеру, как вот это. Есть круглые озера. И в самом океане, вот здесь, я отметил пару меточек. Вот одно из них. Давайте еще одно покажу. Вот второе под водой. Давайте померим размеры. А это 143 метра от края до края. Берега имеют вот такие вот закругления в форме идеального круга. Вот еще одно идеально круглое озеро. А рядом холмик. Практически идеально круглый. Вот еще одно озеро круглое. И к нему какая-то древняя дорога ведет. Она уже заросла лесом, джунглями. Но часть отлично сохранилась. Вот здесь. Некоторые уже заросли полностью. Интересно. Что это за озера такие? Идеально круглой формы. Может быть это воронки? Может быть провалы? Да, некоторые не идеально круглой формы. Но все же. Как и говорил, некоторые обмелели полностью. Да. Ну а самое что интересное. Вот с этими воронками. Или круглыми озерами. Это на соседнем острове. Смотрите внимательно. Вот здесь отмель. Вот если внимательно эту отмель рассматривать. Мы просто огромное количество вот таких вот круглых образований увидим. Разного диаметра. Вот смотрите внимательно. Насколько много здесь вот таких вот круглых образований. Одно на другое наслаивается. Снеговики, восьмерки. Здесь вообще очень интересно получается. Откуда столько воронок? Или следов? Может быть это в далеком прошлом какие-то взрывы проводили здесь? Или метеоритный дождь? Оставил такие следы. Как обычно информации никакой нету по таким местам. А где есть следы? Также пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Откуда здесь столько воронок и круглых озер? Так, но мы давайте дальше по меткам. Как и говорил, круглых озер огромное количество. Еще одно озеро. Два круглых озера. Вот одно отсвечивает вода. Вот второе озеро. В этом заливе обнаружил затонувший самолет. Да-да, дорогие друзья, это самолет. Если смотреть исторические снимки, можем много чего интересного увидеть. Посмотрите, 2003 год. Что-то рядом с самолетом лежит. 2015 год. Волнами уже отнесло часть самолета к берегу. Это 2017 год. 2019 год. К сожалению, фотографий этого самолета нету. Как он выглядит в настоящее время. Ну да ладно. Давайте еще посмотрим. Что тут я интересного наглядел? Так, ну круги и воронки больше смотреть не будем. Давайте я вам кое-что еще интересное покажу. Вышка и полоса. Да, вот здесь вышка над водой стоит. И вот рядом с ней какая-то полоса странная проходит. Прерывистая. Также непонятно, что это такое и кто его оставил. А также, если более детально смотреть, вот в этом месте. Дно океана. Мы здесь огромное количество вот таких вот полос увидим. Все они начинаются вот с этого места. Как будто чем-то дно процарапали. Что это такое может быть? Ну смотрите, чем дальше, тем больше полос. Все они ведут в одну сторону. Где-то они исчезают. Где-то заново появляются. Да, очень странно. Вот здесь полоска. И на конце квадрат какой-то. Да, кому интересно будет. Ищите на Багамах. Вот такой вот залив. И с правой стороны вы все эти полосы увидите. Фотография вышки. Вот так эти вышки выглядят. Ну, вышки это ничего странного. Может быть, лаборатории какие-то. Не знаю. Так, что я тут еще понатмечал. Затонувший корабль. Вернее, даже то, что от него осталось. Сверху он еще похож на корабль. Вот по фотографиям практически ничего от него не осталось. Коррозия полностью съела этот корабль. Остался один лишь остов. Как видим, к нему туристы плавают. На своих яхтах и кораблях. Скорее всего, место-достопримечательность. Так, а это остров Биминни. Может быть, кто-то из вас слышал, что рядом с этим островом под водой находится дорога Биминни. Вот так она выглядит. Кому интересно, забейте в интернете, что такое дорога Биминни. Она выложена из огромных мегалитических плит. Длиной вроде бы как 600 метров, а шириной 90. Ученые до сих пор гадают, кто и для чего создал эту дорогу. Также, если в конце острова посмотреть, под водой мы интересные полосы увидим. Как будто огромными граблями здесь поработали. Только в одном месте. Вот смотрите, какие полосы. Вот здесь также странные дороги. И эти полосы, как видите, выходят на остров. Так, ну мы давайте вернемся к Багамам. Посмотрим, что тут еще интересного. Ага, островки небольшие. А вот здесь, в этом месте, заброшенные дома. Не знаю, по каким причинам заброшили. Но смотрите, чувствую, видно, это заброшки. В крышах дыры огромные. Да, интересно, почему забросили? Вроде дома-то неплохие. Нерентабельно, наверное, доставлять сюда туристов. Двигатель. А вот здесь, рядом с берегом, я так думаю, что этот двигатель кораллами и ракушками зарос. Двигатель может быть от самолета, может быть и от катера какого-нибудь. Вот здесь также дом заброшенный. И рядом с ним шикарная лодка. Судно, рыбаков. Здесь тоже судно потерпело крушение. Село на мель. И стоит теперь, ржавеет. Так, ну а на этом, дорогие друзья, у меня интересные находки по багамам закончились. Надеюсь, этот видеоролик вам понравился и был полезен. А на этом все. Всем до новых встреч.